Привет, друзья! Сегодня с вами мы почитаем очень интересную историю, которая называется «Обитаемый остров». Однажды мартышка и попугай шли рядышком и весело пели громкую песню. «Тссс!» – вдруг остановил их слоненок. «Тише! Не шумите! Удав спит!» «Спит!» – воскликнул попугай. «Ай, как нехорошо! Он спит, а мы поем! Это просто ужасно! Мы поем, и нам весело, а он спит, и ему скучно! Спать-то ведь гораздо скучнее, чем петь! С нашей стороны это нечестно, это даже несправедливо! Надо его немедленно разбудить, чтоб он тоже пел с нами!» – поддержала попугая мартышка. «Где он спит?» – спросил попугай. «Вон в тех кустах!» – показал слоненок. «Мартышка!» – велел попугай. «Сходи, разбуди его!» Мартышка полезла в кусты и через минуту появилась оттуда с хвостом удава в руках. За этот хвост мартышка вытащила из кустов всего удава. «Он не хочет просыпаться!» – сказала мартышка, дергая удава за хвост. «Не хочу!» – проворчал удав. «И не буду! Зачем мне просыпаться, когда мне снится такой интересный сон?» «А что тебе снится?» – спросил слоненок. «Мне снится, что мартышка тащит меня за хвост!» «Это тебе не снится!» – сказала мартышка. «Это я тебя действительно тащу!» «Ты ничего не понимаешь в снах, мартышка!» – сказал удав, зевая. «А я понимаю гораздо больше, потому что сплю гораздо чаще. Раз я говорю, что ты мне снишься, значит, снишься. Меня не проведешь!» «Но ведь ты уже проснулся!» – сказал попугай. «Раз ты разговариваешь с мартышкой, значит, ты уже проснулся!» «А ты с ней разговариваешь!» «Разговариваю!» – подтвердил удав. «Но я не проснулся!» «Я разговариваю с ней во сне!» «Мне снится, что я с ней разговариваю!» «Но ведь я с тобой тоже разговариваю!» – сказала мартышка. «Правильно!» – согласился удав. «Ты со мной разговариваешь в том же самом сне!» «Но я же не сплю!» – закричала мартышка. «Ты не спишь!» – сказал удав. «Ты снишься!» – «Мне!» Мартышка хотела возмутиться и даже уже открыла рот, чтобы начать возмущаться. Но тут ей в голову пришла очень приятная мысль. «Я снюсь удаву!» – подумала мартышка. «Раньше я никогда никому не снилась, а теперь снюсь!» «Ой, как здорово!» И мартышка не стала возмущаться. Зато возмутился попугай. «Не может она тебе сниться!» – сказал попугай удаву. «Потому что ты не спишь!» «Нет, может!» – возразил удав. «Потому что я сплю!» «Нет, не может!» «Нет, может!» «Почему это я не могу ему сниться?» – «Я еще как могу!» «Удав!» – торжественно объявила мартышка. «Я могу!» «И я буду тебе сниться с большим удовольствием!» «А ты, попугай, не отвлекай его, пожалуйста!» «Давай, удав!» «Я буду сниться тебе дальше, а ты рассказывай, что я там делаю в твоем сне!» «Ты стоишь и на меня смотришь!» – сказал удав. «Ура!» – закричала мартышка. Перекувырнулась через голову и полезла на пальму. «А теперь я что делаю?» – закричала мартышка с пальмы. «Ты забралась на пальму и висишь там на хвосте!» «Удав!» – спросил вдруг стоящий в сторонке слоненок. «А мартышка снится тебе одна? Больше тебе никто не снится?» «Почему?» – удивился удав. «Ты мне тоже снишься!» «Спасибо!» – обрадовался слоненок. «А, слоненок!» – закричала мартышка с пальмы. «Ты тоже здесь во сне?» «Вот так встреча!» И мартышка прыгнула с пальмы прямо на спину слоненка. Попугай, который остался в полном одиночестве, с завистью смотрел, как мартышка и слоненок весело снятся удаву. В конце концов он не выдержал. Попугай подошел к удаву и сказал «Удав! А ведь я тоже давно уже собирался тебе присниться!» «Пожалуйста!» – немедленно согласился удав. «Снись на здоровье!» «Если ты не возражаешь!» – сказал попугай. «Я начну прямо сейчас!» Перед тем, как войти в сон удава, попугай немножко почистил перышки и поправил хвостик. «Я уже снюсь тебе?» – спросил попугай. «Снишься?» «Прекрасно!» – попугай подошел к мартышке и строго сказал «Мартышка, перестань кувыркаться и дергать слоненка за хобот!» «А ты, слоненок, сейчас же прекрати ее подбрасывать!» «И вообще, если вы кому-нибудь снитесь, то, пожалуйста, ведите себя прилично в чужих снах!» «Слоненок и мартышка притихли!» «Удав!» – сказал попугай. «Хотелось бы посмотреть твой сон повнимательней!» «Хотелось бы поглядеть, какая у тебя тут природа!» «Такая же, как у нас в Африке или другая?» «По-моему, такая же!» – сказал удав, оглядываясь. «А хотелось бы чего-нибудь новенького твердо!» – заметил попугай. «Удав!» – попросил слоненок. «Пусть тебе приснится, что мы попали на необитаемый остров! Мы уже так давно туда хотим!» «Мне тоже хочется туда!» – сказала мартышка. «Ладно!» – согласился удав. Он взмахнул хвостом и начал. «Мне снится бушующее море!» «И в этом бушующем море по воле волн носится утлый слоненок!» «Какой? Какой слоненок?» – удивилась мартышка. «Утлый! А что это такое?» – спросил встревоженный слоненок. «Утлый – это значит маленький и несчастный!» – объяснил попугай. «Ага!» – подтвердил удав. «А за утлого слоненка держится еще более утлая мартышка и совсем утлый попугай!» Мартышка тут же схватила попугая и прыгнула с ним на слоненка. Там она одной рукой прижала попугая к груди, а другой ухватилась за ухо слоненка. «Мне снится, что огромные волны подбрасывают слоненка и раскачивают его во все стороны!» – продолжал удав. Услышав, что его раскачивают, слоненок стал переступать с ноги на ногу. И от этого его спина закачалась, как палуба настоящего корабля, в самый настоящий шторм. «Мартышка заболела морской болезнью!» – объявил удав. «А попугай от нее заразился!» «Морская болезнь незаразительная!» – возмутился попугай. «В моем сне, – сказал удав, – она очень даже заразительная!» «Давай-давай!» – поддержала удава мартышка. «Заражайся без разговоров!» «А пусть я лучше заболею насморком!» – предложил попугай. «Нет!» – твердо сказал удав. «Болей, чем заражают!» Попугай вздохнул. И вдруг, воскликнув удав, впереди показался необитаемый остров. Волны несли слоненка прямо на скалы. «Что делать?» – закричала мартышка. Мартышка тут же закричала «Это самое что делать!» «Изо всех сил и прямо в ухо слоненку!» От такого, что делать, слоненок подскочил и упал на бок. Попугай и мартышка покатились по земле. Потерпевших слоненка крушение благополучно выбросила на берег. Удовлетворенно сказал удав. «Удав!» – сказал попугай, поднимаясь. «По-моему, тебе снится ужасно страшный сон!» «Ничего подобного!» – возразил удав. «Обыкновенный сон!» «Средней ужасности!» «Итак!» – продолжал удав. «Мне снится, что вы попали на необитаемый остров!» «И как только вы на него попали, он сразу стал обитаемым!» «Почему?» – удивился слоненок. «Потому что теперь на нем обитаете вы!» – объяснил удав. «Я буду обитать на дереве!» – сказала мартышка и полезла на пальму. «Слезай!» – потребовал удав. «Эта пальма мне не снится!» «А какая снится?» «Мне пальмы вообще не снятся!» – сказал удав. «На этом острове их нет!» «Что же тут есть?» – спросил слоненок. «А ничего нет!» «Один только остров!» «И все!» «Не бывает таких островов!» – закричал попугай. «Бывает, бывает!» – утешил его удав. «В моем сне все бывает!» «Что же у тебя бывает, если даже пальм нет?» – спросила мартышка. «Если нет пальм!» – задумался слоненок. «Значит, нет и кокосовых орехов!» «Нет!» – утвердил удав. «И бананов нет!» «И вообще нет ничего вкусного!» – испугалась мартышка. «А что же будет у нас на завтрак, на обед и на ужин?» «Мы так не согласны!» – возмутился попугай. «Мы так не хотим!» – сказала мартышка. «Так!» – неинтересно вздохнул слоненок. «Слушайте!» – обиделся удав. «Кто кому снится?» «Я вам или вы мне?» «Вы же не знаете, что будет дальше!» «А что будет дальше?» – спросил слоненок. «Дальше!» – сказал удав. «Вы, грустные и голодные, сидели на совершенно пустом острове и думали!» «Чем бы позавтракать?» – подсказала мартышка. «Если вы будете меня перебивать, тогда снитесь себе сами!» – рассердился удав. «Нет, нет! Мы не будем перебивать!» – испугался слоненок. «Тогда слушайте!» «И вот когда вы уже совсем потеряли надежду на завтрак!» – тихонько подсказала мартышка. К счастью, удав не услышал и продолжал. «И вот когда вы совсем потеряли надежду на спасение, в бушующем море показалась точка!» «Разве точку едят?» – шепотом спросила мартышка у попугая. «Не едят!» – объяснил попугай тоже шепотом. «Точку обычно ставят в конце!» «Ох!» – вздохнул слоненок. «Какой печальный получается конец!» «Точка плыла и с каждой минутой становилась все ближе и ближе!» – сказал удав. «Чем ближе она становилась, тем больше она увеличивалась!» «И вот, наконец, все поняли, что это такое!» «Все увидели, что это никто иной как...» «Завтрак!» – завопила мартышка в полном восторге. «Завтрак приплыл!» «Мартышка!» – укоризненно вздохнул удав. «Где ты видела, чтобы завтраки плавали сами по себе?» «Это был не завтрак, а я!» «Это я!» – удав приснился сам себе. «Приплыл к вам на помощь и...» «Привез завтрак!» – обрадовалась мартышка. «Ладно!» – согласился удав. «Привез вам завтрак!» «Наверно!» – воскликнула восхищенная мартышка. «Наверно, ты привез нам бананы и кокосовые орехи и ананасы!» «И я привез вам все, что хотите!» – щедро объявил удав. «Ура!» – закричала мартышка и кинулась обнимать удава. Слоненок тоже кинулся. Благодарные мартышка и слоненок обнимали удава изо всех сил. Они даже подбрасывали его вверх. Попугай бегал вокруг них и кричал. «Тише, тише! Осторожней! Сейчас вы его разбудите! Вы его растолкаете! Он сейчас проснется! Что вы делаете?» «Ой!» – вдруг сказал удав. «Кажется, я начинаю просыпаться!» «Нет-нет!» – кричал попугай. «Не надо! Подожди! Сначала мы съедим все, что ты привез!» «Не могу!» – сказал удав, просыпаясь. «Ну как же так!» – всплескнул крылышками попугай. «На самом интересном месте!» «Все!» – поднял голову удав. «Я проснулся!» «Эх!» – махнул крылом попугай. «Пропал завтрак!» «Как пропал?» «Куда пропал?» – растерялась мартышка. «Совсем пропал!» – объяснил попугай. «Остался во сне!» «Друзья!» – вдруг сказал удав, протирая хвостом глаза. «А какой мне интересный сон снился! Хотите, расскажу?» «Мне снилось, что можешь не рассказывать!» – перебил удава попугай. «Мы знаем, что тебе снилось!» «Знаем, знаем!» – подтвердили слоненок и мартышка. «Откуда же вы знаете?» – удивился удав. Ну что, ребята, вам понравилась эта история? Здорово! Тогда не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. А я с вами прощаюсь и говорю вам пока-пока!